Опа, ну, в общем, попали в зону практически. Окей, ну, после такого отступления в форме лирического отступления от темы, я бы все же начнем, у меня половина все равно захотели, подошли. Меня зовут Владимир Колесников, я работаю в компании Microsoft, и сегодня я вам попробую рассказать о том, что следует ли делать сайты, которые принято называть внешними, это сайт наш, SharePoint, и если следует, то как? Поскольку у нас здесь немного, то я предлагаю вам меня прерывать прямо в процессе рассказа и задавать вопросы. Вот я вижу, уже первый вопрос есть, но давайте сделаем паузу на небольшое отступление, все-таки от меня, и прямо после этого я готов отвечать на ваши вопросы. Но сначала я расскажу о том, чего я не буду рассказывать. Я не буду рассказывать о том, что такое SharePoint, я полагаю, что технология существует уже много лет, сколько же, 2000, ну, даже 2000, ну, 1000 она существует, и здесь уже проект получается 11 лет, даже больше немножечко. И так или иначе, мы все, они примерно, они имеют представление. Я не буду рассказывать о SharePoint в интернет-сайте, смешно, это так называется, ну, отдельный, можно сказать, способ рецензирования, да, потому что мы, у нас, мы несколько будет другой сценарий рассматривать, который гораздо проще. Не буду рассматривать для тех, кто, может быть, человек опытный в SharePoint системы всяких георепликаций, да, но это очень часто интересует людей, но это не тема сегодняшнего разговора. Ну, и, наконец, я не буду рассказывать о том, как настраивать родные способы аутентификации, поскольку по умолчанию в SharePoint используется Windows-аутентификация, ну, либо вообще анонимная, да, если вы от нее отключите. А потому что это отдельная большая тема, и, опять же, она очень часто интересует тех, кто с SharePoint знаком не понаслышке. И как это? Ну, об этом можно читать доклады, причем не один. О чем же я расскажу? Я попробую развеять несколько заблуждений, которые имеются по поводу SharePoint. Вот коллега на хабре, когда анонсировал свой доклад, он даже упомянул, что мы в SharePoint для интернет-сайтов никогда бы не подумали. Да, это такое, наверное, самое классическое заблуждение. Расскажу для тех, кто, опять же, знаком SharePoint, там, так, где-то слышал, примерно, представляешь, что это такое, об его основных возможностях. И дальше уже перейдем к гайкам, где я упомянул какие-то особенности реализации именно интернет-сайтов. Расскажу немножко про оптимизацию и расскажу вот про столь модную сегодня сегодня тему VCM-ген в приложении SharePoint и как ее применять. Прежде чем я продолжу, я позволю себе задать вам вопрос. Кто из вас может назвать себя SharePoint-девелопером? Я когда-то в 2001 году. О, да, это был такой еще. Нет, ну, тогда это был просто кайф по сравнению с сферой портала. Там он конкурирующий был, то есть вот некий ад, который написан какими-то студентами из Израиля, судя по рекомендации этой явы, биомовской, и вот микрософские технологии конкурировали в одном из наших очень крупных корпоративных заказчиков. Я играл на сравнение SharePoint, и это, конечно, было просто тогда чудо для тех времен, и вот по видам можно было выводить файлы, и еще что-то, и оно было полезным, при том, что это было включено и тормозное. Но это оставалось корпоративным порталом. Да, да, вот опять же, да, файлы, друзья, опять же, есть скучный бизнес-пользователи, да, либо любопытворитель, это это такое самое называемое. Когда я начинаю разговаривать с такими классическими девелоперами о SharePoint и о том, чтобы сделать внешний сайт, они делают примерно такое движение в мою сторону, понимаете? Причем очень часто говорят ту фразу, которую обычно пишут вместо марки 7-йгрессов в SharePoint здесь, потому что считается, что это заморочено, что это дорого, что это медленно, что неоптимально, что для того, чтобы заставить дизайнера сделать более-менее приличный сайт, можно потрачить кучу времени, и вообще это только для корпоративных порталов, и отстаньте от нас, не будем мы делать внешний сайт на SharePoint. Я начну с первого возбуждения, оно как к работнику Microsoft мне ближе всего, насчет торга. У нас есть такой вариант применения SharePoint, когда мы используем SharePoint Foundation, а по большому счету для веб-сайта больше-то не надо. Когда мы используем SQL Express, о нем я скажу отдельно, да, он тоже ничего не стоит. И когда мы используем Windows Web Server, который, к сожалению, все еще стоит денег, ну и с точки зрения частного лица довольно немаленьких, но существует множество способов получить его на халяву, о которых я расскажу еще дальше. Таким образом, мы можем сказать, что в принципе можно сделать приличный сайт нашу Point Foundation и SQL Server Express условно-бесплатно. вопросы можно подделать? Мне не нравится в лоуе, это все легко это начало поднять вот это все. Ну, явно как бы, ну, понятное дело, что у нас в прошлом хабре не сравнивают, но память проделывается. Да, ресурсов он требует несколько больше. Согласен. Надо попасть. Ну, а мы же говорим не о домашнем хамичке, не о хамичке, а о чем-то большем. Да, а вот чем-то большем, соответственно, ограничение. Да, давайте я расскажу о ограничениях. Ограничения здесь есть, если мы говорим о веб-сайпе, внешних, да, то есть для внешних пользователей есть только у SQL Express. Они такие грустные для кого-то, для кого-то не очень, но они есть. Но прежде всего, на нашем сервере SQL Express просто использует только один CPU, он больше одного гига в памяти физической не вылез. Ну, просто так сделано, да. 10 гигабайт на одну базу данных, для кого-то это самое большое ограничение, но на самом деле обходится очень просто. Наше обходится, да, потому что мы можем создавать там множество контентных баз, и, соответственно, ну, даже если мы уберемся до этого предела 10 гигабайт, мы просто переведем в следующее. Без инструментов управления, ну, это, наверное, всем известно, про секундство, здесь все замечательно, в этом инстудии с ним не поставляются, но как-то вот для большинства людей это не является проблемой. При этом, это, в общем, взрослый достаточно сиквел, если мы говорим о SQL Express 2008-02, там практически все базовые возможности, которые входят в то, что называют RDPM, да, и там, и файл стримы, и пространственные данные, и так далее, и так далее. Там вся эта интеграция с Visual Studio, которая так, наверное, любит. То есть, в общем, если говорить об ограничении, это, наверное, SQL Server, то здесь самое ограничение, но при этом жить с этим можно, и существует большое количество, даже не только сайтов, которые делают на SQL Express, да, я уже, я говорю без относительных шеф-паймеров, да, ну и там больших систем, из-за чего мы, конечно, страдаем, потому что нам за это денежки не капают, но это работает. Учление номер два, то, что это медленно. Да, стоит действительно признать, что при прочих равных, если мы говорим там просто ISP.com сайты, да, или там кубич, ну, просто обычный на патче на каком-нибудь, здесь все будет несколько медленно. Но это, на мой взгляд, недорогая, в общем, плата за то, чтобы вы изначально получили, получили какую-то более мощную платформу. Я не говорю там про SharePoint-сервер, который вообще там, его можно сравнить как-то с самолетом, которому нужно долго разгоняться, зато потом быстро летит. Я говорю именно про Foundation. И при этом, с чем связано это заблуждение? Зачастую, когда лидер разворачивает сайты на ISP.net или на PHP, считается, что это должен делать более-менее специалист, что он их, значит, должен там как-то настроить, оптимизировать по performance и так далее. При этом, впечатление, которое получают люди от SharePoint-а, оно зачастую таково, что они пришли в какую-то организацию, где кто-то, а может и они сами, развернули SharePoint по принципу, там, сетапу next, 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 вообще это там дефолтовый сайт, и считают, что вот так вот после next, next, next-ов там тоже должно все летать. К сожалению, или не так, а может и счастье для кого-то, кто хочет денег заработать. Поэтому здесь существуют техники фиширования, сжатия и удаления всего лишнего, так называемого, как я это назвал, да-да, я вижу, как раз после этого слайда я дам слово, если можно так выразиться, которые позволяют его ускорить. Да. Наверное, пора представиться. Меня зовут Миша Шибурин. Скажем так, с предыдущими главами украинского представительства Microsoft, мы дискутировали несколько раз, последний раз, предпоследний раз, это было как раз по... прозвучало множество всяких забронутых серий, вот у нас классно, вот у нас клево. Мужики, вот вы говорите, что вот здесь бесплатно или там, вот там, бесплатно со звездочкой. Вот здесь вот возникает вторая теневая сторона вопроса, например, ресурсная, о которой вы не говорите. Здесь вы говорите, что вот там все замечательно, но... Ребята, скажите, что мне надо будет вам заплатить, если мне надо будет вырасти в 10 раз или в 100? Потому что вообще-то говоря... Масштабируемость. Да. Потому что вообще-то говоря, все эти вопросы сводятся к тому, что вот с чего-то я начинаю какую-то малую деятельность, дальше она же развивается. Если она сдохнет, то неважно, на чем ее начинать. Примерно. То есть если она, в принципе, сдохнет по внешнему объективному причину, то, например, вместе с дорогим заказчиком. Поэтому, пожалуйста, когда идут все эти цепи откидок в 20, ну, так сказать, не ждите снисхождения по части вопросов, по части ресурсов, по части, в том числе, административных и человеческих ресурсов. Потому что, если делаются системы, которые провоцируют next-next-next, почему потом плакать, что давят next-next-next. Правильно? Нет. Неправильно. Провоцирование на next-next-next. Ну, я начну с конца. Это способ быстро поставить и ознакомиться с продуктом, но не способ запустить его в продакшн. В принципе, да. То есть система, которая поставлена для ознакомления, система, которая ставится в продакшн, это разные вещи, в принципе. И разные задачи. Просто если изначально всем давать систему, которая вот не next-next-next-next, а для того, чтобы ее запустить вам надо и дальше, то есть вот такая вот книга идет, то ее даже никто никогда не возьмет. Но мы при этом изначально заставляем людей настраивать на продакшн. А как бы, соответственно, вот такое разделение, что одно дело, то есть мы поставили, запустили как бы достаточно быстро, и мы можем вот тут же начать что-то с этим делать. Но при этом важно понимать, что если ты это запускаешь в продакшн, и там будет 10 тысяч пользователей, ну, требования по установке, они совершенно другие. Давайте идем на эту тему. Тема совсем нерегириозная. Еще предатель состояния опенсорса. Посмотрите на него, а, нет, не нравится. Нет, ну, просто на самом деле, в Лайфлее примерно те же. Который в том числе работает по проектам масштаба там Украины, России, вот. Поэтому мне это главное, чтобы работало. Просто получается так в итоге, что когда я вижу сайт на SharePoint, это улыбоколки лавайт, причем это государственный портал в России, еще что-то. Это какая-то совершенно крышеломная структура, ну, протормозалы сами сказали. Вот, то есть, понимаете, вот, я не знаю, кто делает такие, там, проекты для, например, Российской Федерации, но покажите, может быть, один живой пример, так сказать, вот, которому не стыдно просто. Да, я покажу вам. Следующий слайд буквально, это уже живой пример. Но все-таки на ваши вопросы я не ответил насчет масштабируемости по цене, да, ну, да. Чувствую говорить, да, я скрывать не буду. Есть, как только вы вырастаете, как вы сказали, в сто или в тысячу раз, наступают последствия. Денежные. В случае с SharePoint-ом, это необходимость, ну, есть при прочих раундах, да, мы не говорим, что у нас появились какие-то сложные бизнес-процессы, мы должны с точного фонда сходить. Ну, это же обычный интернет-сайт. Наступают последствия в виде SQL Server. Да, то есть мы, конечно, можем по 10 гигабайт базу штабировать, ну, там, до 100 гигабайт, сделать 10 баз, а потом вот просто этим становится тяжело управлять. Наступают последствия в виде SQL, да, которое стоит денег, чёрт говорить, да, у нас, как это, неблагодарительная организация. Но это уже вопрос, как общей стоимости владения, так и вопрос преимущества какими-то другими системами управления база. Здесь, скорее, ситуация такая, опять-таки просто, если это какой-то стартап, на котором, ну, действительно, денег-ключник нет, и хочется экономить, но там как бы выбирается. Если это уже крупный проект, где, во-первых, там, остановка на час, это уже там потеря денег, где идут большие объемы информации, большие объемы пользователей, то, скорее всего, это всё-таки проект, который приносит деньги. Один мой коллега как-то сказал, что если у тебя начинаются проблемы с объемами данных и количеством пользователей, которые эти объемы генерят, это значит, что ты, наверное, уже зарабатываешь неплохие деньги. Да, и надо бы поделиться. Ну, здесь просто, как сказать. Знаете, поделиться в 90-х город достаточно модно предлагать. Вопрос в том, что за это будет. То есть, грубо говоря, вы иногда обеспечивали крышу даже. В отличие от текущей ситуации. Они хотя бы на стрелки ездили. Вот. А, собственно, здесь деньги за что? В чем преимущество? В чем преимущество перед чем? Вот я знаю, что я могу пойти, например, в Type-A3 Foundation, я могу пойти, там, к Сеслоеву в рамках, я могу организовать под весьма правилу нагрузку и под очень нетривиальный продукт. Технические условия. Сайт, который будет обслуживать десятки тысяч пользователей в день и который мне обойдется в консалт. То есть, я не буду там убираться в такие либо лицензионные отчисления. Я буду убираться в то, что, собственно, работает. Но это будет вещь в себе. В мир. Да. Вы знаете и попросили. На мой взгляд, я готов отдельно с вами на эту тему поддискутировать. Кулуары. Ну да. Тут говорят, есть такие звери кулуары. Да. На кулуарах или в кулуарах. Как там будет удобно. На тему выбора платформы в целом. По поводу существующих интернет сайтов. Да. И упомянутых, кстати сказать, государственных. Я расскажу о том, что мне ближе всего. Но начну с того, что есть такой сайт, называется topsharepoint.com. Честно скажу, не знаю, кто его держит. Не наши государства точно, да? Да. Не наши государства совершенно точно. И там регистрируются сайты на SharePoint. Но, к сожалению, не все попадает. Вот из этих трех наших, которые мне очень нравятся, туда попал, по-моему, один. Ну, так и складывается. Понятно, что из Западной Европы и США там, наверное, большая часть внешних сайтов на SharePoint. Первый, наверное, такой большой проект, который был сделан еще, по-моему, в 2007, если мне не изменяет память, это библиотека президента. Этот самый государственный сайт. Делал его там много разных компаний, в том числе и Microsoft принимал участие. Ну, в общем, люди, которые его делали, они им гордятся. И при всей его относительно технологической простоте там было найдено несколько таких интересных технических решений при его оптимизации для интернета как раз, которые сейчас используются и дальше во множестве проектов в России. Ну, к которым причастен Microsoft Consulting. Второй сайфл уже поближе, Хроника Победы, по-моему, прошлый год. Да, прошлый год, правильно. Юбилей праздновали такой, половинный. Вот. Он уже посложнее был и с точки зрения дизайна, с точки зрения лояутов. То есть там основательно все перепахали. Это как раз тот случай, когда люди не стали оставаться в рамках, которые им задают вот эти вот стандартные шатлоны и даже стандартный некий такой майндфлоу, типа все должно быть такое квадратненькое, там здесь должна быть менюшка, здесь еще что-то. Вот. Этого делать не стали. Ну и третий, который совсем недавно был запущен, это Первый в космосе. Кто-нибудь видел хотя бы один-каких трех сайтов? Нет. Первый в космосе был запущен вот в юбилее полета Гагарина. Ну, я подоживаю, что Хроники Победы в Шейпоинте. Возможно, наверное, некий Хайлоут все-таки, наверное, испытывал некоторое время. Так, да? На самом деле, Хайлоут наибольшее испытывал при запуске библиотеки Президента. Да. Потому что, на самом деле, все зависит от того, сколько раз по ящику показали информацию об этом сайте Президента, который, значит, на него ходит. Да, вот. По ящику больше всего показали Президентскую библиотеку, поэтому она испытывала наибольшие нагрузки. Я, честно, не знаю статистики по Первому в космосе, потому что я уже в консалтинге не работаю и как-то так не сходил поинтересоваться, ребята, а как у вас проблемы были или нет с нагрузкой. Но это точно знаю, что Первый в космосе больше всего обсуждались разными людьми, да. В формате холивара. Ну, просто я не знаю, если... Не похож на портал, на который постоянно ходят люди, да? Ну, это не сервис знакомств, не... Да, это не сервис знакомств. То есть, да, это... ...почтал, где же выкололся и... Да, прикололся и вот, да. Нет, ну, смотрите, насчет библиотеку Президента я бы поспорил, потому что там выложен контент, который, в общем, если я человек, интересующийся историей, я очень долго буду изучать. Я очень иначе... Ну, то есть, там выложены практически отсканированные книги. Когда он запускался, я подозреваю, там Президент был другой, интересно, там... Президент был тот же. Да? Да. Это практически они с разницей с интервалом в год. У первого была заказчик Администрация Президента, а второго и третьего, соответственно, то, что сейчас... То, что раньше не связи называлось как-то, а Министерство у нас коммуникационное сейчас называется. На красотца эти денег за них не получила. Ну, это был такой как-то... Социально ответственный проект. Ну, все, впрочем, понятно, зачем они делаются. Причин для этого много. Если говорить о сайтах нероссийских... Опять же, выбирал, честно скажу, на свой вкус, на который, как известно, товарищей нет. Вот, еще раз скажу про Первое в космосе, скажу про Крадио.com, который, кстати, еще на 2007, по-моему, сделан. Trinity College. Это уже, по-моему, десятка. Мне нравится. Очень красиво сделано, по-моему, пройдет приятно. И даже вот я такой сайт нашел. Это реально там не просто картинки, то есть... Вот это вот, это меню, оно там нажимается, выпадает и так далее. Скроллбар при этом без отоправляется. Ну, то есть, забавно. Все по правилам сделано. Не знаю, что это за сайт. Внизу вот видишь тут айконы, айпады, по-моему, как раз это за распространение этих террористических материалов. Тут сейчас всех не дискрутили. Ну, еще какой-то мусорный, кстати, такой SEO-шник какой-то, знаете, типичная генерилка контента, агрегатор из 20 потоков. Ну, нет, это типичный сайт ватерина, да, в какой-то конторе. У нее какая-то там как-то... Говорит там про нотши, это да, извините. Это же все равно. Мы идем к тому, что ты умный айфон. Да-да, тот самый, который я ей комбирал. Вот так. Я попробую резюмировать уже на технологической... На технологической основе, что же в итоге получают все, выбираешь это поинт. Мне кажется, самыми ценными это некие готовые строительные блоки, которые не нужно изобретать. Я зачастую сталкивался на проектах, где изначально решил заказчик, что это будет шутпоинт, потом туда приходит подкорбит. Зачем шутпоинт? Давайте просто мы сядем и все сами напишем. То есть даже речь не шла о том, чтобы выбрать какой-то там СМС или СМС с открытым кодом. Вот чаще всего говорят, давайте вот мы сейчас сядем и... Ну, те, кто попродвинутся, говорят, на СПД вот на это виси. Вот не просто на СПД вот на это, а на еще, чтобы виси был. И напишем все с нуля. Мы уже десять раз писали, давайте мы его сделаем. Это опять же тема отдельной дискуссии о том, как приходят такие компании, которые потом исчезают, что после них остается, да, и сколько они потом это тестируют, дорабатывают и так далее. Тема отдельной дискуссии. Но вот что мы получаем изначально в шутпоинте, это прежде всего опыт системы безопасности, хранение, которое включает в себя, если у нас, например, высокая файловая нагрузка, ну и вообще на сайте так или иначе люди с файлами работают, версионные даже согласования, хотя для интернет-сайта это не так актуально. Есть отдельные сценарии, которые, если интересно, расскажут, где согласование актуально. Это, в общем, надежная тестируемая структура, которая применяется в том числе в таких довольно нагруженных решениях, как сегодня, как SharePoint Online, с его там Multi-Devancy и так далее, что, в общем, показало, что SharePoint в 2010-й версии под такие нагрузки, в общем, уже заточен, да. В 2007-й Multi-Devancy не было, то, что там было сделано, это, в общем, было недоразумение. Масштабирование имеет в связи и горизонтальное масштабирование? Ну, и горизонтальное масштабирование, и масштабирование с точки зрения хостов, да, потому что это тоже важно, когда вы делаете хостинг для, позиционируете его как хостинг для внешних сайтов, очень важно, чтобы вам это, с точки зрения железа банально, не вылилось в большие затраты, как на прямые затраты, так и операционные. И при этом бесплатные версии они поддерживают работу в кластере? Ну, то есть, как говорят, при организации масштабируют? Да. Так бесплатные, с точки зрения работы в кластере, там за все отвечает AIS. Ну, AIS раскидывает нагрузку, а, не знаю, там, синхронизация кэшей, такие... Да, я немножко даже скажу про архитектуру, вот, как это... Почему это не проблема? Хорошо, ладно, все. И есть еще такая немаловажная... Можно будет еще пару слов? После чего? После этого слайда? Пока вы от него не отошли. Хорошо. Ну, я закончу последним пунктом. Это поиск... Я знаю решение, которое использует SharePoint вообще только ради поиска. То есть, они хранят файлы на SharePoint и используют его как хранилище в основном ради того, чтобы использовать SharePoint-овский поиск. Потому что это Footwork Search, это поиск по атрибутам, если мы метаданные используем. Это, в общем, достаточно неплохой API для этого. И если в интернет решение, да, говорить о том, что там SharePoint-овский поиск широко использовать не приходится, потому что там есть Google, Bing, там, я не знаю, Yahoo, что-то еще, то вот, когда мы говорим о Search Appliance, которые продают Google в корпорации, он здесь очень сильно нам проигрывает. У нас, в общем, проблем нет с продажей Search Appliance, именно на наших технологиях перед Google. у них как-то все это сильно меньше, по разным причинам. Да. Собственно, комментарий был такой, что вот у собаки, на которой есть плохие, которые знают TypeScript, у нее тоже есть подсистема безопасности, которая, в том числе, реализует фильтрацию запросов. То есть, там просто непринято ходить в современном классе, например, как во множестве написанных аналогов, мы сами напишем. Хотя в некоторых, опять же, за десять проектов наработали какую-то свою внутреннюю смс или билдинг-клокс аналогичную, вот, и опять же, может, из-за того берутся. Ну, тут не знаю. Версионность есть. Согласование и прочих вопросов возможно, в том числе, при публикации. Вот. С инфраструктурой, скажем так, куча европейских финансовых и полувоенных контор, вроде ДОСО, там, например. Работают и не плачутся. Ну, окей, давайте... Да, я понял, что это СМС, очень хороший потенциал у нее, и она очень мощная. Но у меня только один вопрос задам. Предлагаю вам дискуссию о конкуренции с конкретным продуктом принести в кулуары. Это не дискуссия, это просто... У меня только один вопрос. Она на какой платформе все-таки работает? И на Linux, и на Free, и на Windows. А одно... PHP, я скажу. Это PHP или что? Это вам. Ну, вот, как сказать. Это, на самом деле, дискуссия для выборки платформы Microsoft или LAMP. Ну, конечно. Ну, еще есть Java, позволите. Еще есть Citrix, да, по которым тоже много словинов. Я общался с их директором. По поводу поиска. Если кому-то куда понадобится, помимо общеизвестного LUSIN, есть еще хороший индексирующий движок XRP. На нем, например, живет поиск Mane. А Sphinx почему не упомянули? Вы знаете, со Sphinx как-то почти не сталкивался. А вот у XRP, скажем так, меня он устраивает больше, чем Google, для поиска по своему архиву почты. Ну, это хороший аргумент. Ага. Ну, как всегда, когда человек устраивает что-то больше, чем другое, это аргумент. Нет, это не другое, а так. Хороший аргумент. Вот если бы он сказал, что не устраивает больше, чем Яндексовый поиск, я бы не поверил. То есть, меня Яндексовый поиск по письмам не устраивает совершенно. Он отвратительный. А вот угловый еще. Ну ладно, давайте продолжим, чтобы совсем не вынести за время. Сейчас мы говорили о том, что получают, вообще говоря, все, и заказчик, и вы, если вы делаете сайт для себя. А вообще говоря, что получают заказчик и его сотрудники, если интернет-сайт является не просто витриной, но одновременно, скажем так, местом, где контент активно публикуется изнутри. Да, еще часто почему-то применяют термин паблишинг сайт. Во-первых, это понятно простым смертным непрограммистам CMS, которая с разной степени визуальности позволяет эти страницы менять. И, как показывает наш опыт, вот Тороль, которая используется в больших компаниях, называется там редактор, если она отдельно существует, она очень требует такой человеческий CMS, где можно как-то снисходить до написания HTML, а уж тем более какого-то кода, только в самых крайних случаях. Второе, здесь ничего фантастического нет, это не суперконкурентное преимущество, просто это возможность, которая есть, которая очень часто требует от нас в последнее время. Это возможность построения вообще всего сайта по принципу вики. Ну, в SharePoint это просто есть. 2007-й не очень хорошо работало, десятка работают, на мой взгляд, прекрасно. Опять же, если мы говорим про большие и не очень большие компании, которые построены на инфраструктуре Microsoft, а таких все еще вопреки желаний у многих довольно много, это тесная интеграция с офисом, опять же, если мы говорим о активном обмене файлей, и инфраструктуру Microsoft. Это publishing-инфраструктура, о которой я сказал, то есть по большому счету некий набор API, который позволяет организовать процесс публикации, когда люди не просто там новость тупо на сайте выкладывают, когда это требует некого процесса. И отработанные процедуры администрирования. Есть еще такая штука, как SharePoint дизайнер. Это, собственно, инструмент для таких нету-возработчиков, то есть людей, которые хотят подизайнить SharePoint больше, чем доступно из браузера, но, тем не менее, не хотят изучать какие-то языки, хотят все делать мышкой и максимум настройщиками поговыряться. Это тоже доступно, тем более, что бесплатно. Ну, вы, в целом, получаете, в общем, популярную технологию на базе SP.NET, в общем, проверенную, как говорится, годами. Опять же, вопрос выбора, он лежит скорее в плоскости психологии, нежели в плоскости разума. Как показывает опыт нас и наших партнеров, в общем, те, кто работают с нами, они, как это, остаются в плюте во всех отношениях. Ну и, в общем, сказать, я свято еще до того, как пришел в компанию Microsoft, верил, что средства разработки у нас самые лучшие. Они, там, часто не бесплатные, но лучшие. А может ли прийти кто-то в компанию Microsoft и не верит в это? Запросто. У нас много людей, которые не верят в разные наши продукты. Они просто ненавидят, приходят с Linux, там, Плюют. Мы же плакали колыли. Да, и вы платите, там. Да, классно. В конце концов, многие приходят зарабатывать деньги. Здравствуйте. Соответственно, возвращаясь к этим словам про то, что мы придем, напишем сами, это как раз то, о чем я хотел сказать. Не нужно изобретать велосипеды, возьмите взрослую CMS, взрослую платформу и, по крайней мере, какие-то базовые блоки вам не нужно будет самим изобретать, тестировать, в общем, натыкаться на баги и иметь проблемы. Есть. И, о чем хотел сказать отдельно, это о расширении рынка. К сожалению, сейчас традиционно в сфере сайтостроительства рынок очень высоко конкурентен. Ну, так, к сожалению, сложились обстоятельства. И перед студиями все время становится вопрос вообще, куда дальше идти, как расшириться. Если у вас там не супер хорошая репутация, куча связей, там, в том числе, в госструктурах, зарабатывать деньги, зарабатывать, точнее, больше денег становится все тяжелее и тяжелее. Если вы рассмотрите вариант, как еще одну опцию, предлагаемую заказчиков платформы SharePoint, то ваш рынок, он, фактически, расширится вот на те 100 миллионов пользователей, которые недавно были достигнут. Кумулятивно вообще все SharePoint в мире. То есть, потенциально, если компания имеет внутренний сайт на SharePoint, вы к ней придете и скажете, давайте мы тебе внешне сделаем тоже на SharePoint. Она, в общем, психологически готова к этому. А таких уже просто очень много. Поэтому вы просто себе увеличите здорово поляну. Даже не столько в количестве проектов, сколько в деньгах. Потому что эти люди, они, кроме всего почвы, еще и склонны деньги платить. У меня осталось 5 минут буквально. Я ускорюсь. Ну вот, предположим, мы решили сделать сайт на SharePoint. И для начала, для тех, кто не знаком, я быстренько пробегусь, что он подставляет. Ну, это нечто крутящееся на Windows сервере, которое хранит все свои конфигурации данные в сиквеле. Таким образом, вне зависимости от того, сколько у нас фронтендов, у нас все равно все лежит в сиквеле. Если какой-то кэш присутствует, то он присутствует на уровне одного фронтенда. И это всегда кэш по чтению, не когда кэш по записи. Все, что записывается, пишется в базу. Нет, ну, понятное дело, пишется в базу. Но, грубо говоря, один записал. Ну, давайте, я потом вам вам готов подробно рассказать. Да. Это Internet Information Terminal, Союз Педут.нет, SharePoint Foundation в качестве базовой платформы, которая включается, можно сказать, 85%, если не больше, тех возможностей, которые нужны разработчикам и даже пользователям. Сверху на Enterprise в больших решениях ставится SharePoint Server. Это не отдельный продукт, он реально на Foundation базируется. И также можно писать, благодаря современной сервисной модели, свои Service Applications, которые какие-то дополнительные функции выполняют. Например, если брать корпоративные решения, то приложение, сервис для синхронизации с Active Directory пользователей, это как раз такой Service Application. Ну и, собственно, то, что здесь написано приложениями, такой большой пласт, который включает в себя не только приложения веб, классические, но и всевозможные другие разные, в том числе и стоп-приложения. Если мы делаем сайт по-ширпойнтовски, то выглядит это примерно так. Кто у нас испытывает нет знакомым – хорошо. В общем, здесь ничего нового для себя не увидит. Есть так называемый мастер-пейдж, который задает нашу, можно сказать, базовую разметку и какие-то строительные блоки, которые обязательно должны на странице присутствовать. Мы говорим о том, как стоят 30 страниц. Есть контент-плейсхолдеры на этой мастер-пейдж, то есть пустые места, куда мы можем власть какие-то компоненты, веб-части. Все это, естественно, замешивается на подгружаемом CSS, в JavaScript, в зависимости от того, что мы используем, и так называемые теми. Тема – это, в общем, такой большой жирный CSS, который описывает некие базовые дизайнерские примочки, вроде закруглений, разных линейчиков для стандартных элементов и так далее. Если посмотреть на то, как рендерится вот эта страница, очень простая из стандартного шаблона, то выглядит примерно так. Причем это случай, кстати сказать, для паблишер-конфраструктуры. У нас есть сама по себе страница, у которой есть мета-данки, то есть она хранится в SharePoint как файл, и у нее есть мета-данки. Берется так называемый creation-yard, к которому в тех или иных, если можно так выразиться, местах страницы вставлены отражения этих мета-данков, то есть, ну, так называемые data-филды. Да, этот page layout окладывается на master-page, который внутри себя содержит базовые блоки. Ну, в результате получается вот такая страница. Базовыми блоками, да, я считаю в данном случае, там, логотипчик, там toolbar 1, 2, 2, и сбоку разные контрольчики вспомогательные. Ну, вот в результате мы получаем такую страницу. Так происходит рендер. Вот это все, как сам файл, как текст, так информация о конфигурации, о security и так далее, все хранится в сегульной базе. И, соответственно, когда мы хотим что-то изменить в SharePoint, да, или вообще спрограммировать с нуля, у нас есть несколько вариантов. Самый простой – это когда пользователь в браузере включает режим редактирования страницы и, там, drag-and-drop таскает эти блоки, фактически, чем между контент-плейсхолдерами, там, перемещает веб-части и добавляет новые. И настраивает их свойства. Есть SharePoint и дизайнер, где возможности чуть-чуть побольше, но здесь уже, как это, нужно отдавать себе отчет в том, все-таки в том, что ты делаешь. Там даже можно page-alive и мастер-пейджить. Ну и, наконец, если вы готовы сесть и писать код в бежон-студио, тут для вас ограничений никаких практически нет. А я вот поразею задам вопрос. Она помогает вот ваша система делать вот рецепт compatible, например, страницы? Или это просто вот, понимаете, такая тупая постановка в духе М4 или PHP первых версий, там, набор тага будет в юзках совершенно? Помогает в таком смысле? Ну она как-то это гарантирует. Ну, если вы сделали кривую мастер-пейдж, то она ничего не гарантирует. Я просто сделал плодную вещь. Я вот этот самый PR-лип взял и прогнал через V33 checker и нашел 31 ошибку. Даже на самой главной странице 31 ошибка дизайна. Что-то наблюдается на первой библиотеке президента. Причем там его совершенно, ну понятно, гнусное пересечение тагов, табличная верстка, все плохо. В общем, ощущение, как будто писали какие-то вот такие... Понятно, что вроде бы Шелепоинт в этом не виновал. В общем, мы, там, основным другим занимаемся. Но вот почему бы ему тогда уже эти не заняться, если он берет на себя все, как бы, да? За пользователя. Ну это же... Или хотя бы... Это же фантастика. Он же не искусственный интеллект. Ну хотя бы мог бы, сволочь, ругаться. Типа там, да, парень скомпилировал сайт, но смотри, у тебя там на самом деле вот V33 checker, чтобы даже не было. Ну а что, пожалуйста, не давайте. Мне так сложно запустить V33 checker, что ж на то пошло, и эти ошибки найти. Ну, зачем заниматься не своим делом? Ну, хорошо, ладно, окей. Поделитесь. В программе можете попросить лайфхайкон, прогнать в этот же checker? А, да, сейчас. Рассказывай. Вы предлагаете? Да, да, да. А вот у нас следующий докладчик здесь, он ничего. Давай. У нас смежная тема. Нет, у нас смежная тема. Я сейчас задам вопрос, поскольку времени стихно мало. Как много тут людей, которым интересна тема применения MVC в SharePoint? Один, как минимум два. А, ну это ничего удивительного. Пришел. Тебя надо не считать. Тебе тема MVC где угодно интересно. Извините, я прогнал я трояком, там 82 ошибки. 82, хорошо. Так что SharePoint ублюдать пока. Ну ладно, смотрите. Здесь на самом деле постараюсь быстренько пробежать буквально за пару минут. Существуют различные подходы к тому, как использовать MVC или MVM, его, так сказать, альтернативу в SharePoint. Ну там в числой MVC или MVM, я бы так сказал. Я пробегусь быстренько по ним, по всем. Есть вариант номер один, который рекомендуется таким большим сборником под названием SharePoint Patterns and Practices Guidance. Он мне не нравится тем, что, в общем, это по большому счету много-много-много кода и такое подобие MVM. То есть, и здесь, в общем-то, проблема заключается в том, что SharePoint изначально это веб-формы, с MVC он не дружит, и поэтому так или иначе все способы прикрутить MVC или MVM к SharePoint, они немножко искусственные. Ну а так или иначе, если вот вам сам подход импонирует и вы привыкли так разрабатывать, то техника рекомендуемая в SharePoint Guidance, она позволяет действительно делать на SharePoint, ну то есть использовать на SharePoint на уровне отдельных вот этих так называемых веб-частей MVM-модель. Вариант номер два, который предлагается, это использование приложения MVC, на MVC-2 причем, я подчеркиваю, которые стоят рядом с SharePoint. При этом есть несколько шагов, которые я зачитывать не буду, ну, может быть, они вам как-то помогут, если вы будете потом смотреть презентацию, которые позволяют из этого MVC, в этом MVC находясь, использовать код обращения к SharePoint, который практически не отличается от того кода, который используется, когда мы пишем внутри самого приложения SharePoint. Хотя это в отдельном Virtual Direct исполняется, и, в общем, как это, чисто технически SharePoint, в общем, не слишком это замечает, ну, за исключением таких вот замечательных настроек веб-конфиге. Ну и плюс, соответственно, нужно написать свой custom HTTP application, да, который фактически SharePoint позволяет его там подменить, у него есть такой тип SP, HTTP application, где, собственно, зарегистрировать там маршруты, ну, в общем, сделать такие подготовительные мероприятия для MVC, о которых SharePoint понятия не имеет. Ну, здесь тоже описаны некоторые подготовительные мероприятия, которые в итоге, если то SharePoint так или иначе знакомы, есть такой замечательный тип SP context, вот, вы можете, благодаря этому, использовать, ну, SharePoint-овские типы, даже такие, которые зависят от контекста, а они такие самые чувствительные. Вот, кто захочет почитать, вот здесь такая длинная ссылочка, вам тоже ее из преда возьмете потом, там очень так, целый здоровенный PDF-файл, вроде рассказывается о том, как это сделать. Наконец, самая такая тема новая, да, MVC3 у нас там зарелизился, по-моему, в январе, это в годы, в декабре прошло, но я точно не знаю. И в чем сложность использования в SharePoint? Тем, что SharePoint – это .NET 3.5, а Razer Plus – это .NET 4, ну, и вообще Razer, он там специалистствует элемент при компиляции, да, который потом это превращает где-то внутри, по большому счету, в шара, в коров. SharePoint этого себе позволить не может, он вообще в MVC3 понятия не имел, когда зарождался, как модно говорить, MVC3 тогда еще не должен пронодиться. Но зато есть замечательный человек по имени Тон Кларксон из Австралии, который написал цикл статей, вот я две ссылочки привел, о том, как таки приживить MVC3 с Razer View с SharePoint. Там есть свои ограничения, и самых главных две. Во-первых, это вверх этого оплатки тестирования, потому что есть элементы преобразования CS и HTML в CS, да, а после этого происходит диплоймент и компиляция. А во-вторых, вот все возможности .NET 4 и шарпа, там, динамические типы и тому подобные вещи, мы при этом использовать не должны, ибо компиляция происходит в .NET 3.5 в итоге. Наверное, я вот закончу уже вот эти пять минут за рекламент по поводу быстродействия. Я уже упоминал о том, что есть свои техники. Тем, кто работает с EVIS, они, в общем, в большинстве своем знакомы. Есть так называемый Output Cache Repoints, который настраивается, и фактически он призван выдавать пользователю страницу, причем по участкам, отдельные страницы, как сказать. Вы можете на странице говорить, какую часть кэшируете, какую нет, и таким образом избегать выполнения .NET-ного кода и уж тем более обращения к плате. Второй вариант – это блок кэш, его, те, кто имел дело с EVIS, как минимум, знают, да вообще все, все про него знают, это кэширование, в большом счете, статического контента, типа картинок и тому подобных вещей. Object Cache – это кэш, который присутствует только в паблишной инфраструктуре. Дело в том, что там очень часто используют такой квэри по всем данным SharePoint, такие сквозные запросы, и их тоже важно кэшировать, потому что они зачастую возвращают очень много данных. В сжатии просто добавили файлы, но это классика, это тоже надо использовать. Хотя сейчас, конечно, каналы у всех широкие, но зачастую, как ни странно, даже на нагрузку процессоров. А есть, в принципе, употребимые практики, как, например, все JS-ки или CSS-ки объединяются в одну, чтобы уменьшать количество обращений к серверу со стороны? Ну, я честно скажу, если вы проектируете свою мастер-пейдж, то вы можете это сделать. Зачастую же бывает, что всякие компонентики, всякие компонентики, у каждого может быть свой какой-то JavaScript, ну, если мы говорим храутбэк-компонент, у каждого может быть свой JavaScript. Автоматически это не делается, я вам только так могу сказать. Ну, и вот есть такой обличивый формс, с которыми столкнулись как раз на библиотеке президента, у них здоровье не встает, зачастую бывает. Так вот, если у вас есть страницы отдельные, которым нужны мгновенные, значит, там, реактивные открытия, то вы просто кодом можете этот юстейт прибивать спокойно. Какой чайный юстейт на клиенте? Ну, это классический юстейт, который приезжает с клиентом всегда. Он просто такой кусок текста в HTML, да, он довольно большой, да, и требованием было для тех президентов, чтобы страница открывалась не больше, чем за сколько-то секунд. Да, и вот они старались там... Ну, просто то, что как-то во внутренних сайтах, во внешних сайтах, то есть где были другие, как бы. Ну, я, в общем-то, закончил, вот эти различные ресурсы прокручу, вы их сами посмотрите. Последнее, что я скажу, это то, что есть программа без парк, если ваша компания зарабатывает меньше 500 тысяч долларов, моложе трех лет при этом вы зарабатываете интернет-сервисы, сайты, тиражи мои продукты, то обращайтесь в Microsoft, мы вам весь сорт надеем бесплатно, который вам, скорее всего, понадобится в этом случае. Ну, в итоге вы же, как это, потом начнете деньги зарабатывать, всегда начать тяжело. Ну, если кто не слышал, 26-го, 27-го мая у нас будет конференция DevCon, большая-пребольшая, практически по всему нашему девелоперскому стеку. В доме отдыха, заметьте. Да, приезжайте, два дня развождайтесь общением с разными интересными людьми. Микрософт будет жарить и девушек поставляет? Приезжайте, увидите. Приезжайте, увидите, да. Спасибо всем большое. Если следующий докладчик позволит, я отвечу на пару вопросов, которые тут присутствуют. Нет, тут хотят задать вопросы. Я пока переключу, у тебя все уже готово, я прямо уже сделаю. Нет, хватит вопросов. Мы уже пять минут, следующий докладчик. Ничего-ничего-ничего. Маленькая провокация. Итак, маленькая провокация, Баркл. Собственно, как я попросил. Так вот, я очень хочу вас поблагодарить за то, что в этом докладе представитель компании Microsoft ни разу не применил слово «инновация». А все эти слова уже стали ругательны? Ну ругательны. Вот. Поскольку, как бы, говорить, что вот у нас зрелая система, когда в 2007-м что-то хромало, в 2010-м, ну наконец-то вроде как-то починили. Вот у нас теперь есть вики. Вы знаете, сердце кровью обливается. То есть технологии, которые я уже забыл, когда, так сказать, изучал и теплоил-то. Можно я выступлю в защиту докладчику? Хотя я, в принципе, вроде как со стороны конкурента. Это будет даже часть, ну, себя, как бы скажу. То есть на самом деле, как мне кажется, здесь вопрос применимости. То, о чем говорилось, что как раз это расширение рынка. То есть если вы приходите в компанию, которая полностью сидит на Microsoft. То есть она уже подсажена, она им платит там кучу денег там за лицензии и так далее. Наверное, имеет какие-то скидки. То есть тот же MS SQL там либо MS сервер им будет уже там стоить дешевле. И вы им говорите, а давайте мы вам паблик-сайт сделаем на SharePoint. Или там кто-то придет, скажет, на Type 3, на PHP. У той компании, которая предложит SharePoint, шансов больше. Потому что те же администраторы этой компании, им это будет проще с точки зрения инфраструктуры с точки зрения дальнейшего саппорта. Чем вот весь этот микрософтский стэк внедрять вот какой-то кусок PHP. Это то же самое касается того же Liferay, который на Java. То есть, ну, глупо приходить как бы в компанию, которая плотно сидит на микрософтке, как бы и говорить, вот вы знаете, то есть SharePoint, да, все хорошо, но вот есть Liferay, который кому-то бесплатен, а у меня делает все то же самое. Вот. Ну, да, наверное, можно будет закопить на лицензиях, но именно сложность вот внедрения вот этого, по сути дела, получится чужеродного продукта в инфраструктуру крупной компании, это как бы может перевесить те вот лицензионные стоимости и прочее. Поэтому здесь я думаю, что, как мне кажется, веб-сайты на SharePoint в первую очередь все-таки интересны тем компаниям, у которых уже полностью этот микрософтский стэк есть, которые уже подсажены. Да, я добавлю вторую часть ответа. Спасибо большое за первую. И состоит она в том, что те возможности, которых там кто-то ожидал увидеть, а кто-то уже давно сделал, да, это слово инновация, о котором мы говорим, я его один раз произнесу все-таки, да, они, которые есть в наших продуктах вообще, они определяются, на самом деле, потребностями. SharePoint – это продукт, который строится снизу. И то, что в нем появляется в следующей версии, определяется ровно тем, что хотят от нас заказчики в предыдущем, глядя на предыдущих. Да то все. Спасибо. Спасибо.